меня видите нет да ну хорошо добрый день я тут из группы удалили что делать мне я слушаю говорите меня из группы удалили что делать меня слышно да слышно а за что вас удалили какая причина поручитель объяснил что за ереси такая вся эта ересь так это хорошее дело чтобы задумались отстали от ереси или тихо царство небесное не попадет ну да я в курсе ну да да хочу тогда у нас же видишь у православных это легко толкование святых отцов есть верить в пасть это надо только упрямый характер иметь бычины такой на рога всех насаживать все есть ну так если вы это знаете что есть так отстать от этого надо было и все тут может быть эта ошибка какая-то произошла я не знаю надо разобраться на попытаться хотят так а наверное если такое дело случилось разбирались как так можно было просто так и здесь не не выгоняет никого бывает человек он в ереси запутался и никого не слушает и рассеивает зло и заботясь об остальных принимаются меры это законно по канонам церкви ну там сказали что с вашего согласия меня удалили вы значит курсе до всех моих я в курсе всех дел постоянно в курсе меня уведомляют вот сейчас тут одна есть такая бесноватая и никуда не выходить но ко мне двери открыты вот это сулеманова к на дом сходили к ней я тоже ее принимаю вот этот русик гусейнов азербайджанец у него нигде не получается ничего он так вот такой прямо лезет драться но везде его закрыли у меня дверь открыта это последнее окошко слава богу да и вот это все где пришла одна попросила прощения там сулейманова то ну и все приняли я и сразу материала скинул восстановил ее она благодарит прям рада так что она теперь с нами и вот это которая там хористка 1 много многих людей она оболгала и у нее беснование есть ну никак нельзя и а ко мне она заходит мы беседуем я ее подправляю ну вот я это рассказывал александру что ну я на в группе там иногда говорил когда дело касалось этой темы я пытался объяснить что человек не двух частей не душа и и тело только а еще и дух есть и я толкование подробно не рассматривал и в результате получилось как александр мне доказал что пытался доказать что я не прав и я потом не господь послал эти ссылки разного рода и я нашел святых отцов доказать свои слов и вот тут как быть ну так и тут очень просто так я не сказал вам у нас все записывается выставляется в интернет вы не против нет не против я слушаю ну вот какое дело то что если человек умирает тот дух его идет к богу а тело в землю это и крисеаз говорит об этом а в другом месте говорится душа почему это одно и то же название одно и то же в 96 мы считаем когда 6 9 и крисе это откровение и говорит видел горит душа убиенных души на которые пожили не убиенных а души которые были убиенных а когда читаем и 12 главу евреям говорит духом праведников то есть одно и то же она называет в одном месте душа в другом дух от такого нету чтобы душа пошла в одно место а дух какое-то другое нет этого разделения и когда бог творил человек он вдунул в него душу все больше ничего не было откуда бы она треть эта часть взялась ну вот тут от толкования хотов на эту тему тут пишет так иногда термины духа душа могут использоваться как синонимы это не надо говорить синонимы разных стал таких слов нету библии конкретно душа называется духом иногда все синонимы эти это совсем не наши слова это для того чтобы оправдать динаминации конфессии сектанты любят эти слова но на ересь сказать ересь ересь прикрыла словами другими так и здесь нету этого еще за то что да мало что не я у тебя голова человек ты сам должен смотреть какие бы люди не были но мы должны смотреть библию по ней будет бог судить 12 48 евангелия те она бог будет судить по святому евангелию они потому что люди сказали почему кирилл русалимский говорит если мои слова не сходятся с библией не верьте мне вот и все это не я придумал это мне кстати это александр мне эту мысль навязывал вот например у игнатия бренчанина сказано учением о том что человек имеет дух душу и дух находится и в священном писании ефесянам 412 давайте читайте так сейчас так плюс еще в другом месте без первых посланий фессалоникийцам 523 но вы прочитайте первое потом второе да вот сейчас вот сначала филосе 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 этим первая фессалоникийцам у меня просто открыто пока тут сам же бог мира да освятит вас во всей полноте и ваш дух и душа и тело во всей целости до сохранится без порока пришествии господа нашего иисуса христа и вот филосе болгарский что трактует как это толкует наставление апостол присоединяет и молитву чтобы с обеих сторон она они имели безопасность что значит во всей полноте то есть телом и душой как это видно дальше дух то есть дар святого духа который мы получили через крещение если мы сохраним связь светильник его ярким и неугасимым том то мы войдем чертог жениха и душа и тело тогда будут непорочны если дух нас будет сиять если в дух на будет сиять григорий низкий говорит так как человек состоит из всякого вида душ души физической чувственной и разумной точил то апостол словом дух обозначил разумную часть душа чувственную тело физическую жизнь в нас и так он молится о том чтобы все они и во всем сохранились непорочными во всем благоугодным благоугодными богу ну правильно правильно мы допустим говорим у меня тело ну хорошее здоровье но здоровье это не одна какая-то часть это понятие что она получили мы во время крещения что дух святой просветил и мы теперь духовно все разумеем это никакая часть она никуда не идет человек дуалистичен двойственный 2 больше нету иначе куда она пойдет после смерти и притворение еще раз повторяю бог вдунул и все два раза не дул на него и душа вот допустим человек упал труп лежит здоровья есть у него нету духа нет в нем и по апостол павел пал на этой тихо и говорит душа его в нем то есть она вернулась а душа вернулась а с душой вернулся и разумение его какое было вот так если судить что это отдельная часть это слово здоровье это что-то отдельное отдельное что его можно пощупать здоровье а тело это тело здоровье это состояние тела и здесь разумное разумение духовное это дух никакой третьей части нету да это понятно я об этом и говорю я не говорю что душа то есть душа и дух это раздельные субстанции какие-то я знаю что тело это отдельно субстанции иду и душа отдельно субстанция а дух живет именно в душе да не живет ли находится же зачем вы дальше говорите живет живет на счет отдельно существует он же живет что вы придумаете живет он не живет он в нем человеке разумение разум присутствует да это не годит так ну хорошо как 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 бы там ни было дух это неотъемлемая часть души правильно отъемлемая отъемлемая когда умирает он еще не соображает и нету него и духовного нету он становился развратником ничего нету одна порча гниль но это если дух напитан мерзкими делами сеть на если дух напитывается как апостол как говорит этот псалтырь сердце чисто созижди во мне и дух прав обнови утром вот разумение правильное было я стал кое-что забывать теперь обнови чтобы я снова любил тебя это здоровье как здоровье для тела это не отдельная часть а для души дух это здоровье духовное а вы начали отдельно отделять это ересь я не отделяла отдельная я вас сейчас сказали вы сказали право сказали прямо не надо иван иван отстаньте от этого отстаньте не надо это дальше это ересь никакой отдельной части нету это вот здоровье я здоров ну что здоровье моего рядом сидит я лег спать а здоровья нет у меня нога болит и что здоровье мое отошло от меня а то что до к этому нету мы начинаем видишь как крутить по-человечески что-то отдельное существует нету человек двойствен душа и тело но первичное тело называется начаток наш начаток вознесение иисус вознес и все дух мой стомился что душа его томится в этом духе борьбы с опасностью которая есть и какой унылый дух печальный дух веселый дух разумный божественный дьявольский это состояние как которых находится душа она не отдельная субстанция я об этом не говорил кстати если вы ролик пересмотрите вы не найдете что я сказал что дух и душа это отдельные части но я сказал что дух это неотъемлемая часть души это они вместе это умственная часть души вот и все никакой счастья нет нет ну зачем вы говорите счастье нету то в библии что отдельная часть вроде бы без духа тогда душа половина какая-то ну нет этого это состояние неотъемлемая я говорю неотъемлемая часть я не говорю что это отдельная часть но вы говорите и я сейчас слова счастье какая часть вы прямо говорите я не говорите но иван и вы говорите сейчас ну часть лишь от ее отдельно это часть может отойти и тогда без нее отдельная часть нехватка будет я говорю неотъемлемая вы слышите слова не просто я когда выходил из тела душа у меня вылетала из тела я был сознание я все видел я слышал тело было на как это лежало валялось я его видел со стороны но я сам себе был я чувствовал я слышал я разумел я видел я ощущал себя осизал себя руки конечности ноги все как будто я в теле был но я видел тело свое со стороны душа была у меня при этом прозрачная а вы слышали об умершей воскресшей клавдии с чужаниной может быть слышал ну как она в барнауле у нас в барнауле профессор неймор делал операцию она умерла рак зашили обратно желудок и и она на третий день воскресе ее уже резали где все студенты препарировали она мертвая я вот разговаривал с такими людьми которого так вот выходили ни одного нормального нету ни одного их сатана обкурил они она после этого вообще ничего не хотела слушать вот я встречался несколько раз она была помешана что и отравляют решила другом городе и к ней этот дух подходит и говорит андрюша звать сына в не пятом классе был его там пытают на на первых самосвал хватило денег отовсюду было прилетела опять обманул то есть дьявол как хотел вертел ею она евангелие не знала если знают где-то писание от поехал сейчас там был шахты это ставрополье туда и разговариваю он тоже в шахте его задавила но ни одной мысли нету писание не знает совершенно а если где-то что-то взял он спорить непрерывно то есть одинаково сатана мучает ничего нет в этом жить надо свободно зачем вы делаете себе такое зло всю доброту свою убите я все понял вашу мысль просто мы с александром борцом договорились что я эту тему больше не буду поднимать и мы ее закрыли но нет 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 это не только закрыли а вы выбросьте из головы это а вы в любой момент вы будете говорить в два слова и человека спихнете вам не надо закрывать ладно давайте не будем говорить о пьянстве но все равно ты будешь пить ты скажи ненавижу пьянство так и здесь возненавидите то что третья часть какая то есть это никакая не счастье слова часть употребляете иван брось ты эту всю игру ну зачем ты себя губишь этим хорошо я про я простой вопрос прошу вы сколько раз женились два раза два раза при живой жене при первой вы понимаете вот с этими людьми начинаешь разговаривать у них непорядок физиологически они обязательно что-то разврать ищили и помутнение разума и разговариваю с одним с другим и один и тот же дух вот недавно калинин который был стал разговаривать он ничего не слышит ему теперь бороться надо неправильно против старец сказали что он с кем-то знался машину подорвали ну в конце концов тюрьма и захлопнули я пытался его вытащить бесполезно совершенно бесполезно вот которые обмирали и где-то видели они совершенно ненормальные это видела то ну и молчи хорошо понятно вот тогда объясните мне вот эти слова явно неправильно понимаю давай евреям 4 4 глава 12 стих ибо слово божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого она проникает до разделения души и духа составов и мозгов из судит помышления и намерения сердечные но тут сколько можно говорить что значит до разделения души и духа вот так это слава божия я вот сколько понимал мне большую грамоту бог давал но когда 27 сентября 62 году дали мне в руки библию разделение души от того духа который имел то есть тот разум который был от меня выброшен был мне бог дал знание нескольких иностранных языков я получаю огромное удовольствие от того что делаю внутри пустота но у меня было цель нас этим и бог сразу от меня это все отрубило как будто не было и к утру весь караван кораблей узнали лапкин сошел с ума я снова вернулся на стройку с моря моряк вот как разделение он разделил меня теперь как будто это не я был я к первому встречному матросу уже говорю на корабле живем неправильно христос умер за нас все знают сколько мне бог давал 14 конкурс в университет я прохожу его свободно добиваясь разрешения три курса за год за год сдать высший мореход научи по выбору комиссии на одном из трех иностранных языков знание неимоверное а в душе пустота и в это время бог мне дает до разделения души и духа составов моих и мозгов все попелам как будто бы это не я встал с молитвы первый раз помолились я вот это не я это не я был вот я я это все пережил у меня рождение было сразу крещение духом святым я это все испытал этот стих составов и мозгов хорошо а мне тогда непонятно почему когда я говорю о этом что душа то есть дух это неотъемлемая часть души когда вы цепляетесь за свою часть а тут говорится конкретно разделение духа души и духа то есть состояние состояние давайте дальше понятно уже повторяете это состояние размышления которое было отдалять никакой части нету это моё состояние состояние уверенности мирской жизни и бог разделил это он божественно меня сразу наполнил мой сосуд я на утро всем стал говорить о боге меня пять тюрем протащили лагерь смерти я все испытал это и вот сегодня с кем разговариваю у них как было священники сидели ни у кого не было такого состояния как у меня никто глеб якунис 7 лет отбыл в якутских лагерях отец димитрий дудко 7 лет отбыл я разговариваю с ними хорошо знаю александр мень не было у меня день разбиты примеру на пять частей был когда в тюрьме был по полтора часа молитвы идут с двух до десяти я проповедь говорю двери открываются 75 преступников сидят не один не закурит охранники стоят двух этажей у дверей слушают сколько людей пришло к богу ни у кого этого не было почему благодать божия благодать это не мое в школе учился не было иностранного языка я только послали меня а там таджики узбеки туркмены я сразу три языка начинаю изучать потому что их обижают в армии и в этот дух который наполнял меня дух он от меня отошел то есть как будто бы я говорят тут если я молюсь то хорошо но я знал сотни анекдотов я помолился и бог отнял от меня это я встал ни одного анекдота не знаю при моей памяти феноменальнейший это все понимают вот что бог делает и поэтому это не отдельная какая-то часть а это то что с отца дает мне разуметь мой разум развитие и все это отошло до разделения поэтому мне не надо место тем более вы сразу уже неправильно если перевод надо или что-то это не годится ну вот вы растолковали все понятно стало да вы брат хороший брат я вижу и бороду не трогаете остановитесь на этом попросите у бога прощения кто вас там это у нас тут есть правила определенные принесите покаяние положено сколько там год или сколько молчать молчите когда нужно что ко мне заходите я вас не выбивал и я вас не отрицал я молюсь за вас всех на руках молитвы несу а а вы обо мне помолитесь мы готовим к выпуску сейчас мои стихотворения они называются проповеди стихах четыре тома по восемьсот восемьдесят страниц таких стихов не бывает каждое стихотворение девять куплетов бейпигров из библии проповеди в стихотворной форме тысячи проповедей такого в мире никогда не было это не моё бог сделал и главное что которые опишу черновик нету ни одной помарки во время когда я молюсь его смотри на меня иван вы на меня поглядите во время молитвы у меня как бы проплывает внутри строка она она невидимая чувствую я прям на молитве сразу записываю строка святая русь когда была святая все теперь 35 строчек когда кончено молиться я беру и одним махом записывает 35 строчек теперь это положено на музыку в интернете поется в это стихотворение не слышали слышал слышали да конечно а ну-ка скажите о чем там я слова точно не помню но святая русь когда была святая скажите дату срока имена во свете библии патетика растает останется вино вина война хватали все от севера до юга до порта артура островов все подгребли самым тайгу и в югу и расплодили не христи и воров кто хуже нас сокровища земные транжири жжет и рубит по весне мы опостылили от века и до ныне прибалтики татарам и чечне на наши земли вожделения зависть облизывая смотрит миллиард весь мусульманский мир там добровольцев запись у нас проповедников пришли служение богу на родном на русском крещение духом водное в крови тернистый путь и вход уж очень узкий тогда исполнив веренной нам не русь святая а герои веры в народа понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры но у меня не такая память идеальная поэтому если бы я знал наизусть библию я бы с людьми разговаривал только стихами так считает я много лет беседую с баптистами дело даже не в памяти благодати божией сколько баптистов адвентистов свидетелей горы пришли к богу православия у нас принимает крещение мусульмане этого нигде больше нету это бог делает это благодать божия которой я покорился ни одному месту писания я не стал противоречить я это знаю лучший в мире перевод синодальный 1876 года вот так слава богу и вас господь не отверг раз вам бог это сейчас открывает вы принесите покаяние и молча будьте потому что у нас идут занятия молитвы вы всего лишаетесь что же вы так ни во что поставили да там еще одна ересь по которой меня отлучили это я александру объяснял что ну как свое понимание я библию когда читал я заметил что там многие слова не переведены на русский латинский там греческий и не знаю перевода этих слов теряется смысл иногда даже искажается например вот плюс там есть не одно слово есть конкретного я точно помню это вот слово которое претерпела языковую реформу это слово напрасно она до революции означало внезапно помните молитва словах раньше писали и напрасно судья приид и кое-город деяние обнажаться сейчас пишут и внезапно судья приид и кое-город деяние обнажаться уже перевели это слово со славянского на русский но так как библия синодального перевода была выпущена написано до революции слово напрасно в библии означает внезапно а не то что а не тот смысл который сейчас подразумевается в современном этом слове понят понятие этого слова на сегодняшний день то вроде как зря или там как она сейчас так у вас какое образование какое у вас среднее специально среднее вы ивейский язык знаете нет конечно а греческий нет а латинский я знаю русский это не до конца послушай дорогой иван те которые переводчики они говорили славянский славянский язык не был оригиналом переводили с оригинала давид абрамович хвольсон природный еврей доктор пилософских наук стал православным герасим петрович павлов герасим воспитатель старских детей преподавал учебники писал для еврейских школ они знали больше любого еврея и они переводили четыре духовные академии а мы не знаем еще будем туда ляскать языком да зачем же это нужно то и они при том в синод передавали в синоде за в месяц три присутственных дня один день посвящался поступающим частям нового перевода они сравнили с арабским и не сравнили а как эти слова толковал златоуст василий великий григорий богослов августин блаженно они все сравнивали таких переводов нету у немцев мартин лютер один джеймс который переводили считается король в англии там один человек переводил четыре духовной академии таких переводов больше нет я беседовал с александром меню он еврей природный чистокоровный еврей и я его спрашиваю вы могли бы так переводить а он работает с архивами с оригиналами еврейскими я говорю как вот хвольцин переводил или герасим петрович павский он вот так от меня отшатнулся да что игнотий тихоныч да таких переводчиков больше нет а мы теперь лезем туда свиным рылом прости господи и начинаем ковырять все переведено ни одного слова нет неправильного я сравнил на каких языках я знаю я держу с одной стороны немецкий язык с другой английский я сравниваю с русским написано покайтесь ибо приблизил царство небесное в английском языке правда выпад back in the hand то есть покайтесь на расстояние руки на то приблизилась в одном месте говорится так и львы львы ропщат ищут добычи а в другом переводе и богатые имеют нужду это одно и то же потому что за много значимость вот я сейчас вам скажу мне нравится вот эта коса о чем я сказал ну каста разным смыслами да вот и смысл один я беру один какой конкретно вот мне нравится коса на море которая далеко от берега и может пешком дойти коса куда корабль павла застрял другое женская коса я любил женские косы и вот а другое коса вот это вот косить я тоже люблю все время косим деревне и поэтому надо знать что в немецком языке трудно потому что смысловой глагол в конце предложения а у русских я прям сразу могу говорить а у них не так я был вчера я был вчера в кинотеатре в английском языке там где это понятно а в немецком никак я не добьюсь перевод перевода дать пока говорящий не скажет последнее слово гизангин а вон как хочу оказывается а певце речь идет смысловой их два глагола вот допустим если летят летчики японские то но один другого видит впереди ведущий ведомый и он и говорит я тебе хотел сказать пожалуйста ты там постарайся не разговаривать ни с кем мне это мешает видишь как а в немецком языке это команда слова гальта мауль то есть заткнись все понятно язык начальство гальта мауль вот и возьми его а то там при пожалуйста там то другое в интернете уже собьют и поэтому знать надо язык жить этим и переводчики русские это лучшие переводчики в мире возьми себе дорогой иван это у нас все правильно переведено все на дальнем переводе нет ни одного слова не проверенного и проверял синод я сверял с разными языками я сам заменял занимался этим и почему а у нас лоб и щело есть глаз есть ока в других языках нету вот я сказал допустим гр что это господин или господь у нас есть господин господь а у них нету а в английском языке лорд лорд и все и непонятно то ли господи говорит или господине начальники весь у нас как десница правая рука шуется левая рука мы бишь как мы богатый язык как тургенев говорил великий богатый русский язык почему тогда поменяли слово напрасно на внезапно не знаю мне не знать это не надо даже я знаю синодальный перевод самый лучший а те переводили с греческого не с оригинала а оригинал то бог то разговаривал евреям и грекам греки то от евреев приняли переводили а теперь с того перевода новый перевод делать обязательно будут вкрадывать вкрадываться несоответствие и поэтому были такие как феофан затворник которые были против того что переводили они с еврейского а как по-другому оригинал еврейский язык это тот язык на котором христос разговаривал правда армейский язык который сохранился от первых дней от адама потому что это бога избранный народ хочешь быть благословенным никогда не проклинаю евреев 12-3 бытие вот я чтобы не начал вот трехтомник это невозможно миллионы надо рублей чтобы издать полное толкование мы молились и бог дал и средства и все издали сейчас по всему миру рассылаются и столько благодарности это невозможно сказать вот сейчас готовят мой четырехтомник издать не знаю сумеем или нет с божьей помощи сумеете вот так так что помолитесь да господи помилуй тогда вот слово например ангел когда употребляется в библии в новом завете где говорят что иван креститель это ангел имеется ввиду ангел в переводе на русский же означает вестник да это же не значит что это ангел воплотился в человек нет конечно это ангельский образ жизни ведет ангельский вот ну там имеется ввиду что он иисуса христа представил миру и христос этот мы об этом говорит малахи и христос называется ангелом как как вестник да он предстал возвестил миру о спасителе он да мы его там называют ангелом но получается и при другом месте говорится когда говорили о или и спросили господа как же так должен же был пяти сначала или иисус христос ответил или я уже пришел но его не узнали а сделали с ним как хотели поступили с ним как хотели имея ввиду и ивана крестителя да да и вот да это первое первое пришествие в лице как бы или и похожий такой же тот а ты завели убегал там а этого преследовала и радиада ну и то есть тут много частей которые похожи возвратить сердце да плюс другом месте говорится что иван креститель был в духе или до имеется ввиду ну такие же дела дела делал как или такие дела и также говорил строго или я как с ними говорил долго ли кровать на оба колена если бог есть его его изберите также говорил и мы как считаем когда или я порождение ехидины кто внушил он бежать от будущего гнева да я александр борцов сказал что вот люди которые не знают переводов этих слов смысла они вот эти которые приветствуют и реинкарнацию верить в инкарнацию они взяли это за основу подтверждения своей как бы правоты то что иван креститель там его душа то есть как будто в одном случае ангел иван да не надо это безумие об лавацко там все это собирается рерихи нам это не надо слышать даже они вне церкви вне церкви нет спасения зачем это собирать колдуна они сказали да только делов они вне церкви они могут говорить им все равно в аду мучиться но я-то это понимаю я поэтому сказал просто это александру а он сказал что это но как он там сказал это тыг и я поэтому сказал что и библия она один из лучших переводов синодальной но он не идеальный и за идеальный самый лучший запомните это там нету ни одной запятой не на том месте 4 духовной академии переводили и 2 переводчик уже канонизированные филарета и макария алтайский глухарев архимандрит я не против всего рука не против ну давай вот сейчас обдумай хорошенько попросить и больше выковорить себя это не то что не говорите чтоб тебе это слова не было то что я говорю приметы и слова христу слова веке аллилуйя вы посты то все соблюдаете да стараюсь иногда а что значит значит что значит иногда ну так было соблазнился в среду или в пятницу не помню но пост великий пост 7 недель вы его исполняете ну естественно это все тем более великий конечно вы меня только не обманывайте потому что пост прямо утвержден богом и апостол пойдет в посте и этот рот лукавый сатана который мозгами руководить людей постом и молитвы изгоняются если нарушение поста тут у неудивительно что он вас занес на такую сторону и молитва должна быть пристанная молиться надо молитвы церковные знать а вот объявите после еще дня три в рот не берите ничего ни воды ни пищи и гляди не вы видите как все пошатнется я зимой одни не ел болел когда только чай пил зачем же это будет так александр борцов он правильно понимает он настоящий хороший человек у нас принимал крещение он работяга он шустрый такой я нисколько не сомневаюсь я был рад что он меня в поручителях до верните назад все это вам больше нигде не найти таких как александр борцов нет эти люди чисто на чистой основе все мы же ничего не отрицаем какие у нас священники как какие люди как одеваются женщины какой порядок к нам когда приезжает архиерея митрополит служит а люди вот это мы эти ки а потому что то другое я никому в глаза не льстил никогда да у меня написано много как андрей кураев меня назвал самым великим проповедником современности и говорит а меня игнатий пронес горит по всем кочкам я вот 120 раз упоминаю своих книгах у меня 38 томов книг вышло и он на это несмотря на это проще он приезжал у меня сюда за книгами прямо здесь тут я где нахожусь и несмотря на это он дал такой отзыв нет мне мнение с вами очень необходимо потому что я живу один глухой деревне тут татар кругом татарское население и поэтому мне необходимо покреститься будет со временем и а еще уже у вас крещение неправильно было да и меня это просто мы голову помочили о это не крещение это обман жульничество пираты захватили корабль ну там промыслительно все было потому что я и не готов был я там еще продолжал начните все сначала попросите прощения и начинайте заниматься и больше к прежнему а душе духе нигде не подходите и что неправильно переводы забудьте про это иначе у вас атака каша в голове неправильно где неправильно змея есть в доме но не знаю где кто этот дом возьмет кому ты нужен такой не просто я буду молчать я отрекаюсь от этого по пепле и прахи у меня такой характер любознательный любопытный я не любопытный только но спорливый любопытно это хорошо у вас спорливый характер знание ограничено а начинаете спорить с гигантами духа которая переводили яска на гавана за называют а вам ну все больше ничего нет у вас ну пока нет ну вот вы после пасхи как только сейчас после пасхи неделя там пройдет пасхи говорю это троица после троицы неделя пройдет будет пост объявите себе пост попаститесь и попроситесь после этого чтобы это все утихло пока и вы выпроси у бога чтобы он очистил тебе мозги как я говорил когда знал анекдоты я попросил встал утром у меня ничего нету и люди многие не верят в это а григорий низкий говорил они верят только в то что сами могут сделать вот меня видят люди в разных на разных континентов спят один спит он с украины приехал в америку ухаживать за больным ну хорошим с украины ну и на меня вышел игрок как вы на меня вышли так вы же ко мне пришли ночью я спал горит вы подошли как пнули горит щас пишешь вставай на молитву а ты кто я сказал игнатий лапкин ягод утро вас нашел говорит тогда ни разу не слыхал про вас ничего другой пишет там с ирландии тот с австралии одинаково у всех я прихожу и пинаю их на молитву зову и они обо мне не слышали так кто делает кто их пинает ну не я же это бог это бог делает вот ко мне когда я вел занятия я вам занять одновременно в пяти университетах 13 школах один раз попросили русские называется новые русские чтобы уровень поднять их ну я сказала ректор хорошее дело как они вас избрали да как избрали ну вот так а у них у всех высшее образование которые просят но они не знают ничего божественного ну и да как так у меня образование нету не религиозного не гуманитарного у меня нет образования я 60 лет у ног христа нахожусь но я им провел несколько занятий и они мне начислили такую сумму наверно семизначную я когда коснулся пришел я года к откуда такое как меня провели то как профессор ну какой профессор то я дня не учился я говорю где-то у меня техникум строительный то ну так это мало того они там добавку сделали как я как лавриат нобелевской премии эти богачи современные я еще пошел на деньги отдали куда надо и все я на себя ни рубля не трачу это бог делает так они не знают они знают значит это надо просто богу довериться это бог когда дает тогда все открывается а как правильно я когда первый день уверовал потом когда я начитывать буду я на златоуста 12 тому я их все насчитал сотнями тысячами экземпляров распределил 50 книг насчитал тогда жития святых доброта любия поэтому я все это знаю а чтоб симфонию составить на жития святых это 12 томов димитра ростовска я раз десять прошел их мне нельзя не помнить я очень много считаю очень много симфонию на неканодической книги впервые полную составили притом я вмешиваюсь блаженный августин или допустим блаженна фепелакт я издаю когда и на его толкование 319 комментариев даю этого никогда не было 900 лет прошло и когда спрашивает а почему никто до вас не сделал я вроде в насмешке говорю потому что я еще не родился мне бог открыл что надо сделать именно так я ему кого помогаю расширяю а вот когда считается канон андрея критского я его возвел еще на две ступеньки это тысячу сто лет назад и никто не сделал это почему это для оглашенных он написанный а почему да потому что он подписал анапиму шестому вселенскому собору это как 50 псалом давида помилуй меня боже избавят кровей вот как я узнал это и возвел первое благодарение это помилуй помоги простительно второе благодарение третье словословие три ступени в молитве переходите на третью вам нельзя переходить на вторую даже пока там еще не определились а вторая благодаря не за синодальный перевод за таких мужей какие нам русским бог дал такой перевод и которая знает свой русский язык а они немцы сравнивать начинает когда наш язык очень бедный хотя перевод я считал хороший перевод у мартина лютера хорошая есть выдержка в мире есть одна книга библия и одна личность христос ничем не да он говорит ничем не занятая душа хорошая кузница сатаны это мартина лютер говорит я когда ради передачи вел я употреблял и конфуция там и ничьи где священники лютовали против меня почему потому что их не слушают не слушают а я говорю все время звонят почему неправильное крещение оно неправильно вот у меня книга вышла к истину православия вы не видели книжку эту есть она я читаю вот я 40 лет собирал материал 40 лет думай переиздать если будут деньги я вот вот вы мне открыли то что надо бороду не трогать то что надо пояс носить скажем да то что надо креститься должным образом но такие многие вещи которые в принципе то что десятины на плате которые в принципе библии есть а я иду вас читал два раза библию но мне почему-то не было открыто это сразу а вот послушав вас я мне это открылось почему так происходит даже вам господь это делает он мне дал ключ к всех сам людей вот она приходит студентка сидит попала в мою аудиторию 409 10 она искала и она заходит только я в это время говорю к народу о втором пришествии то она только зашла я перестал говорить о женщина против меня которого аудитория она встала и пошла на последний там где может быть место было она села сюда выиграть на меня посмотрели а у меня 7 вопросов было никто не мог разрешить и начали мне отвечать мои вопросы в том порядке в каком они были я говорю я ничего не знаю я просто орудие божие и он через меня к вам нашел этот ключ моего там ничего нет дорогой иван это бог делает как доктор богословия бочков говорит к игнатью по-разному относятся но тысячи пришли в православие через его проповедь и благовестия куда вы это денете когда меня там иеритий комы как только не хлещут попы а мне до этого нету почему это он отвечает за свои слова не я а я о нем молиться начинаю и мне это на пользу нет просто непонятно что то что я когда читал почему мне это сразу не открылся а почему только через ваши слова а вот когда я первый раз обратился я еще ничего не читал но мне дано было толкование вот сюда вот вот я уже потом узнал толкование блаженного фапиллахта златоуста я считаю как будто я от самого рождения это знал откуда это то есть как только уверовал стал смотри ты мне бог сразу эти знания вложил вот как бог делает а потом уже я это в книгах увидал все это конспектировал начитывал 12 тому почти 50 томов насчитал книг этого тоже никогда не было восьмидесятые годы и тогда никого не арестовали меня арестовали у меня огромный опыт тюремной жизни лагерной с разными людьми как беседовать я вот создал детский лагерь я его директор бессменный 45 лет тысячи детей без помощи государства пусть кто-нибудь попробует надо было построить строение где ночевать кормить поить сон они до 6 раз только купаются ни одного несчастного случая больные выезжают здоровыми наркоман больше в рот не берет почему работа день и ночь с детьми приезжают профессора директор кассовского института из лондона прилетела на нашу навозную кучу есть сопроводительного юрия далее с останкина и вот профессор говорит главная движущая сила лагеря любовь с большой буквы а у нас физическое наказание я накажу ребенка сел материться а как вы узнаете как наказать ну вот девочку он обозвал я разобрал его он не мог от сегодняшнего дня ты сирой будешь все время и заступать за нее будешь а назвал ее вшивой она девчонка покинутая мы вшей уже вывели и оказалось что он не прав я вам оказал чтобы теперь за нее заступался и ходил с и профессора психологии где вы учились вот это взял в японии канзо не стонать вот это взял английские общежития вот это взял австралийская то есть я отовсюду в лагерь вместил самые лучшие всех детских лагерей моего ничего нету это бог игнать тихоныч простите я все это знаю уже не раз слышал а теперь от меня услышали так я ухожу все тогда до свидания еще один вопрос можно ну давайте апостол где говорит от павел еретика после первого второго в разумлении отвращайся да имеется ввиду кто такие еретики это внутри церкви который или это может быть любой человек любой от вы например под еретика прямо подошли и поэтому от вас обстрадились все я в курсе да все и вам не надо говорить я не еретик самый настоящий полновесный еретик и грешит будущее самоосужден вы себе приговор вынесли где не на той стороне быть во время прихода христа что вы делаете покинуть православную церкви нормальный человек не может чтобы не пострадать в вечности я вас поправлю я не еретик а еретичествующий я не пьяница хотя пьянствующий я не матершинник а матерщинствующий еще тут вы года вы года вот в эти за слова беретесь от значения их не предаете не хорошо это самый настоящий еретик еретичествующий нет этого слова ересь и оба а буян и ересью ну от ереси можно отступить а еретик он уже не отступает еретик может отступиться и немало их отступилась я работаю с еретиками сколько пришли я свидетель этому вот у меня сейчас близкий человек она была у адвентистов 7 дня она живет со мной рядом другой комнате женой моей вместе и она мне везде помогает куда пойти в какие она все знает она два диплома медик красные дипломы дочь с красным дипломом кончила и вот она знает все меня за руку водила я вот в этом меня болезни вообще нету и вдруг меня поразило сразу четыре болезни нынче было и теперь поминают болящие гнать я сказал вычеркнуть я не болею колени не сгибаются это износились я сбегал километры тысячи километров прошла галл и она отражается а я каждый день делаю гимнастику водой святой подтираю три с половиной километра хожу каждое утро с ней вместе она двумя костылями идет сейчас тоже счета никак и вот бог дал так что она у меня живет на квартире это же милость боже он заранее поселил видишь иди смотри какая у меня пантера и он у меня еще есть одна смотри какая называется поле поляда и станем побок покажемся он какая и какой хвост у нее как лиса это тоже поле или поле это поле это полевая я называю по свету белая там а это называется черная пантера у меня в этом году на чердаке два голубя поселилась о вот как я держу все время голубей с малых лет и зари сезари и таки не породисты сезари у меня белая всегда белый бывает красная и нынче такая неудача оставил в деревне а там не досмотрели и хорек или залез туда 25 было сейчас только пять голубей а здесь дверки не закрыли коты всех голубок задавили одним самцы остались и поэтому они нынче у меня не я если еще там нету ну надеюсь я никогда не продавала не покупал ладно простите что отвлекают не ну ладно нужда я как утопающему время уделяю выдернуть вас из этой преисподней я лишний раз конечно стараюсь не звонить ну все равно занять все равно вы попросите прощения с кем разговаривали скажи я ошибался я не прав мне разъяснили не бойтесь этого сказать это только возвысит вас к александр на него если можно выйти если можно ну пока пока не можно за меня заблокировал но я скажу всем то что мы говорили выставлено будет у нас хороший того с вами разговор был мне понравилась ваша борода есть за что любить меня да ладно всего хорошего слава слава отцу и сыну и ныне и пресно и во веки веков аминь с богом здорово иван храни вас господь ухожу говорить рад был поговорить